Добрый день, с вами Дина Краснова и сегодня мы с вами поговорим, как отражать спецодежду стоимостью менее 40 тысяч рублей и сроком использования более одного года в программе 1С Бухгалтерия 8, редакция 2.0. Такая спецодежда будет по-разному отражаться в налоговом и бухгалтерском учете. В бухгалтерском учете списание спецодежды осуществляется линейным способом в течение срока эксплуатации. В налоговом учете такая спецодежда будет списываться сразу. Для того, чтобы отразить приобретение спецодежды, нужно заполнить документ поступления товаров и услуг, находится на закладке покупка. Добавляем новый документ с видом операции покупка комиссия. Указываем контрагента, указываем договор, указываем склад, куда будет оприходовано. И в табличной части на закладке товара нам нужно добавить спецодежду. Спецодежда у нас добавляется в отдельную папку. Эта папка так и называется спецодежда. Открываем эту папку и добавляем новый элемент. На именовании у нас будет костюм дворника зимний. Единица измерения штуки. НДС можно взять 18% и нажимаем ОК. Выбираем спецодежду документ, указываем количество. В нашем примере одна штука. Указываем цену. 4 тысячи у нас по примеру. И НДС сверху. И также, если есть счет фактура, то нужно эту счет фактуру тоже занести. Проводим этот документ. Посмотрим проводки. Здесь у нас проводка будет 10, субсчет 10, 60, субсчет 1. И 19,3, 61. Это у нас НДС. И сразу можем ввести счет фактуру и тоже провести документ. И теперь нам нужно создать документ по передаче спецодежды в эксплуатацию. Для этого существует отдельный документ, который так и называется «Передача материалов в эксплуатацию». Он находится на закладке «Производство» в разделе «Спецодежда». Также данный документ можно формировать на основании поступления товаров и услуг. То есть мы можем зайти вот сюда, создать на основании и сделать документ передачи материалов в эксплуатацию. У нас сразу заполняется правильная закладка «Спецодежда». Здесь нам нужно только указать местонахождение, то есть куда у нас будет передаваться эта спецодежда, какое подразделение. Указать то физическое лицо, которому данная спецодежда будет передаваться. И заполнить справочник назначения использования. Добавляем сюда новый элемент. Здесь мы укажем, что это у нас спецодежда более одного года. Количество пусть будет одна штука по нормативу выдачи. Здесь мы выбираем линейный способ. И срок полезного использования у нас будет два года по нашему заданию, поэтому мы берем 24 месяца. Способ отражения расходов мы тоже добавляем новый. В нашем примере у нас спецодежда будет списываться на счет 20, поэтому мы добавляем 20 счет. 20.01. Подразделение основное. Субконта возьмем основная номенклатурная группа. И материальные расходы. Нажимаем ОК и выбираем вид, способ отражения в назначении использования. И нажимаем ОК здесь. И теперь выбираем назначение использования в документ. Проводим наш документ. Смотрим проводки. Здесь у нас несколько проводок будет. Обратите внимание, у нас передача идет на субсчет 11.1. Потом у нас осуществляется списание спецодежды в налоговом учете. То есть в момент передачи эксплуатации в налоговом учете у нас спецодежда списывается. В бухгалтерском учете у нас суммы никакой нет. И на забалансовый счет у нас также происходит списание. То есть МЦ 02. 4 тысячи рублей у нас производится списание уже спецодежды на забалансовый счет. Здесь у нас образуется разница. И данная разница, она будет, соответственно, по мере использования погашаться, пока полностью все это не скорректируется. В бухгалтерском учете списание спецодежды и отражение разницы у нас будет отражаться при закрытии месяца. То есть когда мы будем делать закрытие месяца через верхнее меню операции, мы увидим, что здесь у нас появляется пункт погашения стоимости спецодежды и спецотснастки. То есть вот так будет у нас погашаться стоимость спецодежды в бухгалтерском учете. С вами была Дина Краснова. Подписывайтесь на мой канал. До встречи!